Ребятушки, всем доброе утро! У нас за бортом 18 градусов. И сегодня, пока мы едем до центра Адлера, поговорим о такой интересной теме. Стоит ли делать ремонт квартиры на продажу? То есть, если у вас есть квартира, то есть купленная для перепродажи, в черновом, к примеру, варианте, стоит ли ее просто так продавать, либо сделать ремонт? Давайте поговорим о нескольких, так сказать, важных аспектах. Сейчас мы двигаемся вдоль Гастелла. Кстати, вообще нет пробки. Наконец-то у нас закончилось лето, и отсутствие, так сказать, людей, которые ездят на море, отдыхающих, стало меньше, и поэтому пробки уменьшились. Да ладно, давайте так начнем. Что такое квартира с ремонтом? То есть, выгодно ли ее продавать? Ну, на сегодняшний момент, вы знаете, есть люди, которые, ну, так сказать, вот выбирают именно вот квартиру с ремонтом нужную и так далее. Да, вот какие, давайте поговорим о минусах. Все-таки, если вы сделали ремонт, то будущему покупателю может просто ремонт не понравиться. Может не понравиться планировка там, да? То есть, сколько людей, так сказать, столько и мнений же у нас, правильно? Вот, соответственно, все это, как бы, стоит делать, ну, как-то в таких постельных тонах, то есть, чтобы это все было, ну, так сказать, нейтральном цвете. Опять же, из минусов то, что будет квартира дороже. Но она объективно станет, цена-то выше, правильно? Тем более, вы хотите еще же на ремонте заработать немножко, правильно? Вот, и это все, ну, так сказать, удорожает стоимость квартиры. Поэтому сложнее будет покупателю, конечно, все это купить. Но есть и явные плюсы. Давайте поговорим о плюсах. Плюс здесь у нас такое, что вот она сразу готовая. Не нужно, так сказать, ждать. Можно же купить квартиру сразу в ипотеку, к примеру, да? Потому что, вот если люди покупают в ипотеку, у них, как правило, нет денег на ремонт. Ну, вот, то есть, надо где-то искать, что-то продавать и так далее. А тут вот сразу в ипотеку взяли готовую. И все, и вы уже не заморачиваетесь. То есть, занесли, так сказать, тапочки, да, если это квартира там с мебелью или без мебели, это тут еще под вопросом все. Есть люди, которые боятся ремонта. Такие тоже есть. Поэтому, так сказать, для некоторых покупателей это будет, как, знаете, отдушина. Ой, слава богу, что она уже с ремонтом, не надо мне голову морочить, ожидания вот это вот, понимаете? Тут как бы играет на руку. При этом, допустим, в чужом городе кому-то доверяет ремонт. Ну, это проблематично. Конечно же, квартиру, вот когда показываем в черновом варианте, не все понимают ее, как она должна распланированная быть, да. То есть, заходишь, серые стены, людей это немножко как-то шокирует. Ой, а как вот вообще здесь что-то надо выделять и так далее, как это будет смотреться. А тут уже, когда она будет уже с обоями, там, к примеру, да, уже все вот готово, и люди уже понимают, как и чего расставить можно. Либо это вообще должна быть квартира уже с мебелью. Вот это вот хотел бы у вас спросить. То есть, как вы считаете, все-таки стоит, если квартиру продавать с ремонтом, сделать просто обычный ремонт, не покупать ничего? Потому что тоже, опять же, вот по поводу мебели, там, кухни и так далее, могут быть тоже вопросы. То есть, люди скажут, ой, ну зачем вот этот вот такой диван поставили, или вот я бы здесь лучше кровать бы поставил, да. То есть, стоит ли делать не только с ремонтом, но и с мебелью, с кухней и так далее. Но, опять же, я повторюсь, большим плюсом является то, что когда люди покупают в ипотеку, они уже не тратят вообще денег. То есть, ну, конечно же, на какую-то бытовую технику, на мебель, ну, люди могут потихоньку заработать. Но есть люди, которые прямо вот принципиальничают и хотят раз и все, и сразу. Вот такой вот, так сказать, вопрос, плюсы-минусы квартиры с ремонтом, стоит ли заморачиваться? Вот у меня в инвестициях есть две купленные квартиры, вот в одной я что-то думаю, вот может быть заморочиться сделать квартиру с ремонтом, попробовать. И я знаю, что на этом, ну, действительно, люди все равно зарабатывают деньги. Уверен, что тысяч 10 с квадратного метра однозначно плюсом люди зарабатывают, потому что на разнице, допустим, между черновой и готовым с ремонтом, ну, видно объективно, что даже где-то порой не 10, а больше тысяч за квадрат, то есть все равно люди пытаются заработать. И это не потому, что это, так сказать, жадность какая-то и так далее. Каждый зарабатывает по-своему. Это просто люди, которые, ну, считают, что за любой труд, они же тоже ожидания, да, вот там квартиру, допустим, хлопоты и делать и так далее. Это не только стоит средств, это еще и время. А если время, оно оплачиваемое, тогда это, ну, объективно людям интересно. То есть он скажет, зачем мне тогда ее делать с ремонтом? Если я без ремонта вроде как зарабатываю на инвестициях, да, там на этапе строительства купил, готовую уже буду продавать. А если я буду делать ремонт, то, извините, там два месяца вот этих нервяков, да, то есть привези, отвези материал, последи за ремонтниками и так далее. Это тоже у некоторых психоз вызывает. Этот труд должен быть оплачен. И если ему есть интерес с этого, тогда, конечно, люди так и делают. В общем, я жду ваших комментариев по этому поводу, потому что мне интересно знать ваше мнение. Потому что тоже вот думаю, стоит ли заморочиться и как заморочиться. То есть самый главный вопрос, стоит ли оборудовать полностью квартиру с мебелью, либо ее сделать просто там, либо вообще чистовой вариант там сделал, под чистовую отделку, а люди уже сами делают. Но, как вот, я считаю, что в ипотеку люди берут все-таки с ремонтом, они не задерживаются. Вот те варианты, которые я снимал, даже предложение от застройщиков с ремонтом, их все равно покупали. И я вижу, что люди все-таки склоняются к тому, что им нужно что-то готовое, потому что немножко людей, как я уже говорил, шокируют вот эти серые стены, и они не совсем понимают, как это сделать. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Поеду, сниму вам несколько интересных вариантов по недвижимости, так что оставайтесь на нашем канале, смотрите следующее видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok